Доступ к рага, бхакти. Группа последователей Хариванши. Эта группа существует и по сей день, с тех пор. Они впоследствии, они стали известны как Рада Валабасам Прадая. Она присутствует во многих местах. Так взяли в играху Хариванши, Рада Валаба. И они стали известны как Хариванши или Рада Валаби под этими двумя именами. В Севакунже во Вриндауне они присутствуют. Находится и штаб-квартира там. И также их много в районе Бомбея, последователей Рада Валабасам Прадая, в районе штата Гуджарат, рядом с Бомбеем. А Рада Свами — это другая линия, не имеющая связи с гаудея-вашнавизмом. Но эта группа, Рада Валаби, они утверждают, что имеют связь с гаудея-вашнавами через Гопала-батту и Махапрабху. Но присутствуют отклонения. Они не придают большого значения виде и бхакти, шастрическим правилам. Но хотят начинать с самого начала, с раги, анураги. Продолжение следует... Махараш, если они отвергают види бхакти и принимают с самого начала рага-бхакти, означает ли это, что эта группа — нечто вроде сахаджая, вашнавизма? Да, это сахаджая, худшая разновидность сахаджей. Сахаджая формально принимают всё, признают всё. Но легко, они хотят лёгкого доступа. А эти люди не признают необходимости в формальной преданности. Сахаджая, да? Близкая к этому явлению. Гуру Парампара. Гуру Парампара. Я видел в американцах и западных людях в целом подобный симптом. Западные люди, похоже, в меньшей степени способны совершать аскезы и следовать правилам. И я вижу это в себе также. Необходимо прилагать больше усилий в сфере правил и предписаний. Для того, чтобы обрести рагу, обретение раги — это не дешёвое достижение. Любовь к Богу — это не так дёшево. Где Бог и где мы? Это всё нереалистичные выдумки. «Я видел в себе временами...» Мы не верим в это. Мы отвергаем это явление. Попытки имитации. Временами я мог контролировать мои чувства. Что? Он говорит, что существует многочисленные йогины, которые жизнь за жизнью контролируют свои чувства. Но затем вновь возвращаются в этот мир. Как в зале этого риши? Саубари, Саубари риши. Да, Саубари риши. Он жил в Ямуне. Когда Горуда ловил рыбу, то рыбы приплыли к Грише и пожаловались на то, что Горуда прилетает и ловит нас, заявили рыбу и пожирает. И когда риши проклял Горуда, заявив, если он прилетит сюда ещё раз, он погибнет. Горуда, уважая обет, слова, мудреца, прекратил прилетать туда. Затем Горуда был преданным. Он стоит выше любой формы эгоизма. Он пребывает в измерении ниргуна. И в его деяниях не было химсы, насилия. Подобная стадия. И затем Саубари риши проклял Горуду. И в результате этого Долгое время Риши находился в воде таким образом, что никто не мог причинить его телу вред под водой. Но прибыли рыбки в это время и коснулись его гениталий. И он вышел из воды и отправился прямо к царю и заявил, «Я хочу жениться. Дай мне множество принцесс». Мы видим разные примеры. По прошествии долгого времени это случилось. Контроль чувств. Не нужно верить в это. У нас есть представление о том, на какой стадии этот контроль приходит. Речь идет о полном контроле чувств. Иначе контроль как таковой невозможен. Бхагават говорит, люди, способные контролировать свою пищу, думают спекуляционисты, думают, что контролируя пищу, они контролируют свои чувства. Можно легко контролировать чувства, контролируя пищу, диету. Ограничивая рацион, считают они. Но язык невозможно контролировать. Вкус будет сохраняться и расти. Знатоки не признают подобный метод решения проблемы. Знатоки считают, что чувства можно контролировать лишь тогда, когда язык контролируем. А язык можно контролировать исключительно благодаря Прасадаму Кришны. И нет иного пути. Починить его контролю. Сохранять и увеличивать. Первый принцип жизни повсюду состоит в самосохранении. Что значит есть, принимать пищу, принимать помощь окружающего мира и продолжать существование. Это первый принцип жизни в этом мире. Ценой окружающего мира человек выживает здесь, в этом бредном мире. А второй принцип состоит в том, чтобы приумножать, сохранять и приумножать. То есть, испытывать, переживать чувственные наслаждения. Два принципа жизни в этом мире в наиболее примитивной форме. Второе — невозможно контролировать, не контролируя первое. То есть, контролируя сохранение. Все предназначено для него. Использовать своё существование, своё бытие ради наслаждения и счастья Верховного Господа. Когда Кришна пленяет целое. А иначе... Иначе, даже пойдя на великие, претерпев великие страдания, ценой мучений, они достигают вершины, границы освобождения, границы освобождения. Они практически освобождены. Они думают, «Я в полной мере освобождён. Абсолютно освобождён. Я свободен от Майи». И из этой позиции они вынуждены падать, возвращаться вниз. Если они не приняты Господом в качестве материалов Его наслаждения, материалов Его наслаждения, если не приняты в этом качестве, они вынуждены вернуться. Вплоть до Творца все обитатели этого материального мира сталкиваются с этой реакцией. Рождаются и умирают. И Шива, который рассматривается как стоящий вне этой магической зоны, зоны ложных представлений, выдумок, но связан с этим магическим измерением. Мы видим он так же, как когда Нарайну попросили явить образ Мохини Мурти в Багаватаме. Вы изучали эту историю? Слышали об этом эпизоде? Мохини Мурти, когда пытались добыть нектар, то Шива услышал о том, что Нарайна пристал в образе красавицы. Неописуемой, неслыханной красоты он отправился прямо к Нарайне и заявил, «Я хочу видеть этот чарующий женский образ». Нарайна был доволен, был рад исполнить желание Шивы, и Шива внезапно увидел, как Вишну превратился в красавицу. И жена Шивы, Дурга, находилась рядом с ним, но он забылся, он забыл себя. Он потерял голову, и он бросился к этой женщине, чтобы схватить ее, и она стала спасаться бегством и гриво, и он в безумии помчался за ней, стал ее преследовать. Этот эпизод показывает, насколько тяжело сдерживать животные желания, обуздывать их, когда человек вне себя. Есть один пример. Жил некий цирюльник, он удалял нарывы, делал это смело, уверенно, но, видя это, один врач сказал, «У вас есть способности к тому, чтобы вырезать нарывы абсцесса». Я поделюсь с вами опытом и дал ему указания. В теле, в местах, где образуются нарывы, присутствуют многочисленные вены, и, узнав об этом, цирюльник уже не смог оперировать. Он стал осторожен, стал бояться, брама и шива, они не хвастаются подобным положением, достижением. Что говорить о смертных? Не нужно думать, что ты владыка, ты хозяин ситуации. Это его воля. Речь идет о его воле. Когда он придет к тебе, только тогда откровение станет возможным. от этого союза Шивы и Мохини родилось потомство? Потомство? В Южной Индии поклоняются Аяпи, говоря, что это дитя Хари и Хары, Шивы и Мохини. Нет, связи не было. Когда Шива стал себя так вести, Мохини исчезла. Говорится, что Шива был настолько безумен, что семя, он пролил семя, и семя упало на землю. Золотые копии возникли благодаря этому. В земле возникло золото. Это явление находится не в юрисдикции нашего ума, способности к логической аргументации. Мы не должны пытаться тащить эти реалии до нашего уровня. Они очень-очень высоки, если мы попытаемся стащить их до уровня этого бренного мира, мы почитаем Шиву в высочайшей степени Вашнаванаам Яташа Амбу. Тем не менее, чтобы наставить нас научить, иногда нам даются некие наставления. То явление, которое Махапрабху принес в этот мир, то явление, к которому стремится Брама, но не обрел это явление, и Шива стремится к нему, но не обрел. Подобное явление Махапрабху принес в этот мир, чтобы дать его падшим. Мы, рассматривая вещи в таком духе, мы будем поклоняться этому явлению, данному Бхагаватам. Мы будем идти шаг за шагом, мы не будем пытаться перепрыгивать стадии, ступени, потому что в этом случае мы все потеряем. Войти в сокровенную семью, группу такого рода Бога. Неужели вы думаете, что это так легко? Какова ваша идея Бога в таком случае? Глупость. Махарадж, как Вайшнав должен относиться к Сахаджа Вайшнавам? Следующая оценка может быть дана ваикун че писик бадди хакуд чин маэ маи гхуте татхи янна нангхай Можно оценить размер этого явления так. Мы находимся в мире опыта органов наших чувств. Чувства затем ментальная система. Если наш ум рассеян, то наши глаза и уши не работают. Затем существует разум. Существует измерение разума буддьи. Буддьи, который способен давать окончательные заключения ум, имеет множество желаний. Но разум говорит, нет, не желай этого, не бери это. Это высший аспект в нас. Наша атма — это высшее начало, тонкое явление, которое в целом определяет, что хорошо, что плохо. Затем существует параматма. Атма не может войти в измерение параматма в качестве субъекта. Атма там объект, параматма субъект, высший субъект. Затем существуют в области Васудева Нарайна и так далее. Если мы хотим войти в Вайкунхо, это значит, что мы будем ходить там на голове, а не на ногах. Нас могут взять туда, но мы не можем туда войти в качестве субъекта. Отсутствует такая возможность, поскольку мы состоим из вещества, материала низшей природы. атма, дживатма, это низшее сознание. Капля сознания, мы капля сознания низшей природы, и мы должны войти в зону, состоящую из сознания высшего качества, сверхсубъективного, всё более и более высокого, градация такого рода ввысь. и как пыль может войти в ум, скажем. Материальная пыль не может войти и вступить, проникнуть в ум. И затем есть ещё разум, есть душа. А как эта материальная субстанция может войти в зону измерения сознания? Сознание низшего типа не может проникнуть в более высокое и тонкое сознание, в такую область. лишь, как я уже говорил, паспорт ничего не сделает, необходима виза, виза. Обитатели того мира превосходят нас во всех отношениях, будь то богатство или интеллект, во всех отношениях. Нелегко, нелегко. Это не мир объектов, которым я в состоянии распоряжаться. Речь идёт о мире высшего субъекта. Постарайся понять твоё положение субъекта, а затем осознать сверхсубъективный мир и твои обязательства по отношению к нему. Речь идёт о мире и сверхсубъективного элемента. Все обитатели того мира являются гуру, область божественного, а ты дживатма, ты занимаешь низшее положение. Ты подобна песчинке, частице песка. Как песок может проникнуть туда? Если мы прибегаем к этой аналогии, все они состоят из субстанции сознания. Речь идёт о субстанции сознания высшей природы и отживе душек, которая упала в мир материи и является материалом низшего порядка, который является пограничной энергией. Джива, душа, состоит из субстанции сознания низшей природы, пограничной. Камень это материя и эфир это материя, но если между ними различия, разница, и то и другое материя, но насколько велика разница. В духовном также присутствует дифференциация по отношению к центру. Есть сознание Нарайана, сознание разных типов, вплоть до глубины сердцевины, и это Кришна с Ту-Бхагаван Своям. И это нелёгкое достижение, небыстрое достижение. Существует наука, стоящая за этим. Поэтому для нас некоторые предложения звучат смехотворно, мы должны быть серьёзными, вопрос, ответ, достижение, всё должно быть серьёзным, реальным. У нас нет времени тратить его на осквернённые и негтёмные представления. Солнце и кромешная тьма. Похоже, многие западные люди привлекаются осознанием Кришны. нас не интересуют запад или восток, нас интересует человечество в целом. Когда я говорю западные люди, я говорю западные люди, потому что в целом западные люди менее квалифицированы, поскольку они не соприкасаются с физической культурой. тело западного человека похоже более раджасичное и томасичное. Да, да, томасичное в силу пищи, которую они едят, их поведение, манер. Их жизнь не отрегулирована. Там, где правительство не всегда справится с какой-то группой людей, вышедшей из-под контроля, создается особая комиссия, которая назначается для того, чтобы урегулировать положение вещей в какой-то провинции, заняться определенной группой людей. Но Агьята-Сукрити существует такой фактор. Не во всех рождениях они остаются западными людьми, западные люди. Они могут рождаться и на Востоке также. Может быть, они рождались на Востоке, теперь совершили какие-то проступки, родились на Западе. Человек может расплачивать за свои проступки родиться и животным, и растениям, и может родиться где угодно, в любой части света. Он может родиться на Западе или в Африке людоедом, тем, кто питается животными или людьми. Существуют разные категории человеческих существ также. В Африке людоеды есть разные племена, в Индии есть дикари, которые приносят жертву людей. В Индии подобные племена существовали, группа людей. Существуют разные стадии, в целом атмосфера опасна, и когда происходит дейстическое пробуждение, мы будем относиться к нему со всем вниманием и заботой, чтобы не отступить обратно и не погрузиться в пучину невежества. Мы будем с великой осторожностью избегать накопления представлений о том, что я брел, достиг столь многого. Реальный прогресс в направлении безграничного дарует следующее понимание. Я ничто, я велика опасности. Прогресс на управлении безграничного таков. Не нужно думать, что мы вне опасности. Это глупое чувство и глупое утверждение. Знаток сразу же способен распознать. Какой будет природа нашего чувства? я беспомощен, я испытываю величайшую нужду. Чем ближе мы приближаемся к безграничному, тем больше мы чувствуем себя последними, самыми низкими и падшими. Это есть критерий. Как Ньютон. Люди заявляли, ты говорили Ньютону, ты исчерпал полноту знания. Нет, отвечал он, я стою на берегу великого океана знания и касаюсь этих вод. я признаю. Я знаю лучше вас, что океан знания не может быть исчерпан. Вы же по глупости своей считаете, что исчерпали его. Признак симптома реального прогресса будет таким. Человек будет чувствовать, я ничто, я испытываю величайшую нужду, я самый низкий, самый беспомощный. негативный аспект должен возрастать. И благодаря этому позитивное начало будет привлечено. Тот, кто, если же точка негативной природы будет заявлять о своей позитивности, то она сразу же будет отвергнута. Ты, игрушка в руках Майи, заявит ему. Самопредание, самоотдание, то, кто считает себя нижайшим из низких, подобная позиция привлечет внимание высшего начала. Это наука. Любой скажет, заявит, я видел Бога, я зажал Бога в пригоршнике. Но мы скажем, у нас нет времени на подобные глупости. Когда я приехал сюда, был один юноша, он носил женскую одежду. И он утверждал, я видел Кришну, я показывал Кришну многим. Когда он пришел ко мне, я сказал, нет, нет, мы что-то знаем о Кришне, и о том, как увидеть Кришну, и о том, кто способен видеть Кришну. У нас есть некоторое знание, полученное из Священных Писаний, и мы отвергаем подобное заявление. «Нет, нет», заявил юноша, «Я показывал Кришну, он танцевал на ветке тамариндового дерева, и многие видели его танец. Несмотря на подобное утверждение, я видел, я показывал, я отвергаю это утверждение напрочь. «И зачем вы обманываете себя?» сказал я этому. «Юноша, вы обманываете публику, обманываете себя, будьте осторожны, крайне резко я ему заявил. Спустя несколько месяцев этот человек пришел ко мне и согласился «Да, да». Когда в Дилийском Матхе мы с Кришнадасом Бабаджи однажды отправились в гости, там жил родственник Кришнадаса Бабаджи, он работал на железной дорожной станции, мы проповедовали в той области. местной интеллигенции узнал о том, что приехали представители религиозной организации, и один местный житель явился и заявил, некий Йоги Раш Чакраварти, то есть великий Йогин случайно оказался в наших местах, он ждет, он сошел на железнодорожном вокзале и ждет в гостинице. Я рассказал ему о том, что сюда в эту местность переехали сады из Гаудия Матхи, и он хочет с вами встретиться, и он утверждает, я Рама, я Иисус, я Кришна, я Бог. Я заявил, это сумасшедший этот человек. Там неподалеку находилось манговое дерево, манговое сад. Я попросил отвезти этого человека туда. Будет уместно, если в маговом саду мы встретимся и поговорить, а железнодорожная станция это не лучшее место для встреч саду. Да, согласился со мной местный житель, и этот сад был туда отведен. Это было в 1928 году, я думаю, этот эпизод. Я спросил этого саду, чем вы занимаетесь, кто вы? Он отвечал, я Рама, я Кришна, я Христос. Я сказал ему, вы разговариваете с джентльменом, и вы говорите подобные вещи, заявляете. Он показал мне какую-то бумагу, напечатанный текст. Там было сказано, президент Америки Вильсон собаку. Я взял эту помогу. Я сказал, я срочно иду в полицию, заявил я. Я пойду в полицию. Этот эпизод о нем было рассказано в Надьиа Пракаша. Почему вы пойдете в полицию? Потому что Вильсон близкий друг, хороший друг английского правительства, «А вы бесчестите его», заявил я, «И оскорбляете его? Я не в силах это терпеть, я пойду в полицию». Там был начальник железнодорожной станции, был некий адвокат. Все они чувствовали неудобства от того, что я стал нападать на это псевдо саду. Саду растерялся, я подумал, что он пытается каким-то образом избавиться от возможных неприятностей, и я дал ему эту возможность. Я сказал, «Я думаю, что в вашей жизни случилась некая трагедия, которая привела вас, повергла вас подобное состояние». И он согласился со мной, «Да, так и есть. Моя единственная жена умерла, признал сон. Я сделал так много для нашей Родины. Моя жена умерла в больнице, будучи лишена ухода. Я подумал, я был обманут, и я должен отныне обманывать публику. И я думаю, что моя миссия выполнена, исполнена. поскольку у меня есть вера в линии Гаудиаматской, когда я слышу подобное утверждение, я Рама, я Кришна, я Бог, тот, у кого есть знание науки, науки преданности. Что значит преданность? Тринада Писунич, Тарора Писахишна, и Аваруха Панту, другая сторона должна тебя принять, высшая сторона, высшее начало. И ты будешь чувствовать себя беспомощным. И это и есть качество, квалификация, подобные чувства. И я знаю, что это квалификация, это качество привлекает внимание позитивного начала. Но людей с подобными взглядами, им нет места в мире религии с такими взглядами, как было описано выше. Многочисленные йоги, например, Трайлан Гасвами, живший в Бен-Аресе, он утверждал, что является инкарнацией Шива. Он достиг высот йоги и обладал многочисленными сверхъестественными способностями, силами. Некий чиновник-англичанин, живший в одно время со свами в Бен-Аресе, однажды пригласил его как выразиться на английском? Совместно отобедать. Пригласил его. Предварительно англичанин спросил, «Вы готовы есть то же, что и я?» «Да», отвечал свами, и в ходе обеда съел говядину и выпил вина. Но свами со своей стороны спросил у чиновника, готов ли тот есть то, что ест он. Англичанин согласился, думая, что поскольку перед ним саду, то речь идет исключительно об овощах. Но съев предложенные англичанином продукты, свами испражнился на блюдо. Вот это я ем, пожалуйста. Хозяин был в шоке. Когда разгневанный англичанин заглянул в тарелку, он увидел, что испражнения превратились в пищу. В конце жизни, когда свами умирал, он сказал, «Яшива, лейте на меня воду». Он сидел невозмутимый. Каждый день к нему приходили люди, почитавшие его живым Шивой, выливали на него воду, и его плоть сгнила и растеклась, подобно его испражнениям. И так он умер. Об этом йоге рассказывает еще следующее. В том эпизоде также фигурировал чиновник европеец. Он захотел увидеть мистические способности свами. В обществе свами европеец на лодке выплыл на середину ганги. Там он предложил йогину некий ценный предмет. Последний взял его и немедленно бросил в воду. Европеец сказал ему, «Я допустил ошибку, вам неведома ценность этого предмета и теперь он загублен». Тогда свами нырнул в воду и поднялся на поверхность с двумя такими предметами, абсолютно идентичными. Столь многими мистическими силами обладал трайланг госвами. Но мы и его считаем демонической личностью, последователем шанкары, не преданным. Преданность стоит гораздо, гораздо выше. Столь многие симптомы, сверхъестественные силы, все это не тронет нас, это не качество, это не есть квалификация. За пределами выше Шивы и Брама, еще выше, очень-очень высоко. Мы должны понять, каков путь, каковы симптомы, сравнение, красота и сила, справедливость и милость, все эти явления следует понять должным образом. Есть один йоги из Индии. Он отправился в Америку и демонстрировал мудро, многочисленные мудро, мудро-тантрические определенные позиции рук, ног и пальцев. И он был знаменит в Америке. Настолько, что Робин Ранат Такур критиковал этого йоги, но заявляя, что тот подмочил репутацию индийских йоги. старший брат Робин Ранат был другом Бхактивино Датакура. Гуру Махрадж был знаком с членами семьи Робин Ранат Робин Ранат Он советовался Гуру Махрадж с Робин Ранат относительно первой группы проповедников Прима Дхарма Махапрабху на запад. Гуру Махрадж упоминал Англию. Робин Ранат отвечал ему, у меня есть опыт пребывания в западном мире в Европе. Я думаю, что если вы отправитесь проповедовать в Англию, то англичане тщеславно считают себя владыками мира. Вам будет трудно, тяжело добиться там результата. Вам, индийцам, находящимся в колониальной зависимости от англичан. Если вы отправитесь в Америку, то в Америке индийские йоги на прошлом испортили репутацию индийской йоги. Поэтому, опять же, и в Америке серьезные результаты недостижимы. Франция, французы не раз были обмануты индийскими философами, писателями. Вы можете отправиться в Германию. Немцы, люди, трезвомыслящие и впитающие глубокое почтение к индийской культуре. Я думаю, что это оптимальное место. Немцы, люди серьезные, склонны принимать, подходить серьезно. Таким был совет Робин Роната. Но Гуру Мухараш послал своих проповедников и в Англию также. Бон Мухараш посещал и приехали двое немецких ученых, некто Беронсон и один ученый. Его отец был монархистом. Двое приехали из Германии. Британцы не приехали в ту пору, во времена Гауди-миссии. Теперь Свами Махарадж наполнил Индия западными людьми, последователями Махапрабху, наводнил. Мы, наверное, остановимся на этом. На этой безрадостной ноте мы остановились на деструктивной стране. Мы так и не сказали ничего конструктивного. Кладбищенская почва кладбища материалистичной цивилизации под ногами. На этой кладбищенской почве мы должны воздвигнуть вриндаванскую цивилизацию, милостью Махапрабу. Поэтому мы придаем такое великое значение Махапрабу Шри Гауранге, прежде чем мы попытаемся обратиться, приблизиться к вриндавану, мы должны попытаться получить билет в Навадвипе, билет от Махапрабу. И тогда автоматически мы увидим, что достигли вриндавана. Конец части С и начало части Д. бахапрабу. Это критерий. В таком случае у меня нет возражений против того, чтобы вам отрубили голову. Если вы утверждаете, что чайтанья ваш бхакта, а вы бог, чайтанья дев, который есть высочайшая концепция бога, вы утверждаете, что он ваш преданный. Этого достаточно для того, чтобы заявить, что вы человек отвратительный, негодяй, вы утверждаете, что вы йоги, чудотворец, вы всемогущие, приходите ко мне, я вернул Индии свободу, вы несете весь этот вздор. и он был один, поскольку он как это называется, Сара-Янтра, он устроил заговор с целью свергнуть британский колониальный режим, то британцы послали Бхактивинода Такура с тем, чтобы Бхактивинода его арестовал и судил, осудил. И он был арестован, помещен в тюрьму, он постился там и умер. Он в знак протеста против своего тюремного заключения стал поститься и умер. Он был йогиным. Любой, кто пытался обрезать ему в тюрьме джату, длинные волосы, спутанные волосы, если кто-то пытался, то из волос появлялся огонь, и тогда призвали цирюльника англичанина, это был доктор, европейский врач, он явился в тюрьму и отрезал ему его шевелюру джату. Джата значит длинные спутанные волосы. Спутанные, говорит собеседник. Да, да, спутанные, спутанные волосы, длинные. И когда волосы были отрезаны, то он стал обычным человеком. Так или иначе он стал поститься и знак протеста против своего заключения в результате этого поста он умер. «Ари, кристо, гаври, гаври, гаври. Любые громкие вопли, какие-либо громкие вопли не являются плачем о Боге. Божественная песнь, воспевание имени, святого имени Бога, обладает определенным качеством, определенной природой. Без самопредания, самодания, ничто не может быть преданностью до тех пор, пока нет пранипад парипрашна сева. Мы не можем быть приняты в школу преданности, подранной преданности, школу теизма. Мы не получим доступ. Если мы хотим получить доступ, то мы должны обладать качествами. Мы должны прийти к настоящему профессору. У этого профессора должны быть определенные качества, симптомы, и ученика должны быть симптомы. Главный симптом — это тотальное самопредание, затем искреннее вопрошение. И вопрошение с какой целью? Я хочу быть использованным в интересах высшего начала. Вовсе не так, что я, подобно Аладдину, заставлю высшую силу действовать в моих интересах, словно джина из бутылки. Нет такая тенденция, не об этом идет речь. Я хочу быть использованным высшей силой. Самоотрицание, полнота самоотрицания. Я хочу быть использованным. Высшее не может служить низшему началу. Этот здравый смысл, представление, которое зиждется на этом здравом смысле, должно присутствовать. Тогда поиск истины увенчается успехом. А иначе это будет ложное взаимодействие. Обе стороны, и учитель, и ученик, они окажутся преступниками, и они будут наказаны в качестве таковых, согласно истине. На этом мы остановимся сегодня.